и всем здравствуйте сегодня публиковал опрос в моем телеграм канале и многие захотели чтобы я сняла видео об этом лего наборе вот модель кожа сама по себе собранная и сейчас я расскажу что интересного вообще тут есть и покажу вам этот лего набор мы с вами поговорим об вообще модели стоит ли его покупать за такие деньги и что вообще интересного есть в этом наборе как можно изменить модель и рассмотрим мини фигурки и также попробуем протестировать наборы за что стоят за 399 турки шлил это у нас выходит 599 гривен то есть где-то так сказать наверное в леях это у нас 300 леев в молдавских и румынских на пусте злой тоже так ладно рассмотрим детали набора что вообще можно изменять и стоит ли его покупать об этом тоже мы поговорим и ламп рису показать разные интересные штуки вообще-то набора помимо мини фигурки и сейчас все вы увидите такого не буду это как кинуту был раздором купить не купить это не какая-то вещь за миллион долларов или за ну даже за тысячу интересные функции итак первая интересная функция это например приподнимается вот этот капот и это ну достаточно интересно ну конечно так выглядит ужасно красивая функция иногда бывает интересный номер два у нас здесь дверюсин спойлер но это уже не даже эти две функции это ну как и прошлая была еще вот выходные трубы дверюсин спойлер вот это вторая они все ненужные игрушки возможно такое что то есть так номер 3 это у нас то что можно снять это уже не полезно я не вижу вот вот можно крышу сделайте может быть с каждой машиной но мне кажется что это будет как-то больше всего на какой-то для кабриолена чем другие макарон сена и остальные даже бугатти достаточно интересно и переходим к другим функциям функция номер четыре основные и номер 5 это обычный вот этот бампер конкретно вот этот он очень интересно можно вот так его полностью снять, тогда машина сможет направить на местах, где вы бы на другом не проехали, то есть все достаточно интересно, что я могу вообще сказать, еще ее можно сделать как бы дрифтовой, как я думаю многие знают, что у дрифтовых машин только задний привод, это возможно сделать на этой машине, первичный задний привод, нужно задвинуть этот вот бампер вообще максимально туда, сколько сможете, чтобы, например, колеса не двигались, ну вот двигаться, но очень плохо и тогда я говорю, почему у нас можно так чуть-чуть подрифтовать и основная функция это все, еще у меня открывают двери на этапе сборки, но сейчас у меня их уже открыть не получается то есть единственный минус, что они нравятся именно мне, потому что шрифт сзади и диски, они, ну вот там, они какие-то странные, выглядят нехорошо так, но набор вообще идеальный, я бы его на самом деле купил, достаточно интересно, ралли едет, но на машине даже нормальный ралли будет то есть можно напуганяться на такой с друзьями, у которых тоже лего спички бронз, ну или за крошу, то есть за эти деньги, ну конечно, она тут дешевле в Турции, а в Дании я вообще напугалась на странах лего, его там придумали, и там вот его купить, наверное, вообще дешево, конечно, сейчас вы в России лего не купите вообще, не буду набрать цену в углях, но и вообще набор, набор достаточно хороший, и можно купить, также если еще вам будет много комментариев на краш-тест, то я обязательно на днях сниму краш-тест в прямом эфире, так что пишите в комментариях, и ставьте лайк этому видео, и ждите следующих обзоров, И еще вам можете написать в комментариях, осталась мне быть идея, что хотите на следующее видео, и всем спасибо за просмотр, и ой, а мини-фигуру чтобы показать вам, извините, извините, всем спасибо за просмотр, и всем пока, ааааа.